Всем привет! В этом видео я буду изготавливать металлический стеллаж из профильной трубы. Труба будет использована 25х25, стенка 2 мм, стеллаж будет многоярусный, будет на нем несколько полок. Вот конфигурация, собственно, одной из полок. Сейчас это создали некую плоскость, дабы выставить все это ровно, на плоскости размечено, как это все будет выглядеть. Сейчас задача будет выверить все углы, поприхватывать, еще раз все проверить, а потом уже все это дело сваривать. Еще хотел бы с вами поделиться эскизиком на данный стеллаж. Вот такой вот у нас эскиз. Здесь габаритные размеры самого стеллажа, длина, ширина и высота. Длина будет 1060 мм, ширина 600 мм и высота 1600 мм. Ну и сколько полок здесь поместится, столько и поместится, собственно. Вот такие дела. Сейчас будем изготавливать и по ходу буду показывать, как проходит процесс изготовления. В общем, изготовили один ярус, все он полностью готов, обварен со всех сторон. Вот так вот это все дело получилось. Такая вот конструкция, очень жесткая, я бы сказал. Вот такие вот дела. Сейчас задача будет зачистить швы и его использовать как шаблон для изготовления следующих ярусов. Вот такие вот дела. Несколько ярусов изготовлено. Вот эти ярусы, которые уже готовы. Собственно, готово. Четыре там лежат и один под, получается, верхним выставленным ярусом. Как происходит сборка? Собственно, изготовлен был один ярус, полностью зачищен заподлицо. И на него уже сверху укладываются боковые профильные трубы. С одной и с другой стороны они притягиваются зажимами. И уже, собственно, в этот размер вкладываются продольные профильные трубы. Сначала прихватываются края и уже потом все это дело обваривается. Вот так вот сборка ярус за ярусом все это собирается. Дела идут. Вот данное количество уже почищено. Тут осталось два элемента еще дочистить, так сказать. Ну и выставление пошло. Вот. Выставили, получается, верхний ярус, нижний ярус. И соединили, получается, их профильными трубами между собой. Вот. Прежде чем это все дело прихватывать, нужно это все качественно выставить. Сделать разметку должную. Потом сделали по прихватке. Промерили диагонали вот этой плоскости, вот этой плоскости. Вот так диагональ, вот так диагональ. В общем, насколько позволяет фантазия. Лучше это все перемерить. После этого сделать еще нужно несколько было прихваток. А потом еще раз перепроверить все диагонали. Дабы это никуда ничего не убежало. Вот. А уже после этого устанавливать дополнительно ярусы. Все это на прихватках собирать. Уже после все обваривать. Вот примерно вот такой вот цикл работ, так сказать. Так, вот такая у нас получилась конструкция. Очень много полок, а точнее их 10 штук. Чистокол. Но что делать? Такое задание заказчика. Сейчас буду это все потихоньку обваривать. Вот. Ну, варить, варить, варить. Собственно, такие дела. Поехали. 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 я сейчас обращаюсь именно к тебе да да именно к тебе вот ты сейчас смотришь это видео и вот какое-то чувство внутри чего-то недоделанного незавершенного не надо держать себе подпишись на мой канал и поставить лайк не забудь и действительно станет легче вот увидишь попробуй в общем в итоге получилась вот такая вот конструкция все здесь обварено все швы зачищены ну и как вы можете видеть все это дело окрашена если спросите меня что было дольше сварка или покраска я отвечу с уверенностью что покраска вот времени заняло это прилично вот такие собственно дела такой сегодня получился стеллажик кому понравилось видео палец вверх также комментируйте делитесь видео подписаться на канал не забывайте на этом все все пока пока